Друзья, всем привет! С вами Серега Стилов. Это новая серия Стилов Дейли. И начинаю я сегодня ее с SPB тюнинга. Иду забрать тюнячку на Жигу. Короче, что-то я подумал, подумал. С горяча мы привалили А-образный рычаг. По-моему, уже на нем никто не ездит. И все-таки надо было изначально покупать УАТА и приваривать УАТА. Поэтому я, недолго думая, звоню Сереге в Бус Моторс. Говорю, Серега, отрезай А-образный рычаг, будем ставить УАТА. Вот УАТА. Непонятно, какого производителя, но он должен быть регулируемый. Это самое главное. Так, сейчас посмотрим. Он там покрашен. Да, он регулируемый. Вот здесь вот резьба. Здесь вот закладная под приварку. Здесь тоже закладная под приварку к редуктору. Еще возьму себе вот такой бачок для цилиндра АТЕ. То есть он сразу вот сюда прикручивается. И не надо уводить трубку на обычный стандартный бачок вазовский. Это, конечно, версия чуть подороже, помажорней, но зато удобней. Я сам не знаю, как А-образный работает рычаг. Плюс много народу писало, что Серега не самый лучший выбор. Там отрывает шаровую и так далее. Я долго думал, думал, ну, типа можно затестить, покататься. А с другой стороны, в Красноярске лишний раз переваривать себе А-образный рычаг на УАТА. Такая себе тема. Лучше сразу подготовленным ехать. Но если мы собираем топовую жигу, тем более которую будем разыгрывать потом, спонсорскую, поэтому надо собирать ее на жирных компонентах, поэтому УАТА куплен. Я тут, смотрите, кого встретил. Сливу Русланчика, нашего любимого. Помните такого из первых эпизодов? Раньше дрифтил. Так, блин, тачка у него закрыта. Короче, Руслан это великий бензовоз. Смотрите, сколько у него там канистры на заднем. Она здесь стоит на ребилде. Там нету двигателя. От пескоструя на часть подкапотки. И здесь будут какие-то дела проводиться. Тут на выезде Круза Калкина. К сожалению, я не успел поймать момент, когда он был на лютых гусеницах. Сейчас здесь обычные колеса. Ну, как обычные. Не дорожные, но не гусеницы. Очень хотел посмотреть на это, но не успел. Если вы думаете, что Питер город без пробок, то это не так. Конечно же, тут постоянно пробки, особенно в час пик. Сейчас 6 часов вечера. Но там, где можно было нажать, я нажал. Это было единственное место за сегодня. Так, в основном, вот такая ситуация. Я, кстати, приноровился уже к сцеплению. Двухдискому очень даже просто на нем ездить. Можно спокойно стартовать. Плавненько, не глохну. Это если сравнивать, когда в начале мы только его поставили, и как я постоянно глох на нем. Сейчас все отлично. Я в гусмотрсе. Ребята, привет. Здорово. Все занимаются тут плотно четверкой. Гоша, я смотрю, делает крепление замков капота. Все аккуратно, через малярный скотч. Мне тут подписчик подогнал листы поликарбоната. Правда, со второго раза. Первый раз почему-то привез. Все царапанные. Я, главное, еще такой спрашиваю. Говорю, давай я куплю, сколько денег? Он такой, не, не, подгоны. Говорю, главное, чтобы они были как новые, потому что мы тут, каждое стеклышко, все меняем, там, поворотнички. Серега звонит, говорит, слушай, ты уверен, что в таком состоянии мы их будем ставить? В итоге он привез другой кусок. Из него уже получилось вырезать нормальные стекла, они без царапин. Там где-то маленькая, ты сказал, была, но ничего страшного. Спасибо большое. Здесь уже все сделано праймером, обработано. Серега уже отрезал наш А-образный рычаг. Серега, извини, что я тут поменял свое решение, но сам понимаешь. Строим топ. Строим топ, да. Плюс мы приварили его, считай, в начале нашей постройки, да, а сейчас уже пододвигаемся к концу постройки, и все-таки кое-что может меняться по ходу дела. Вот как раз с таких дел это механизм УАТ. Стоп. Я взял регулируемый, чтобы все у нас регулировалось, естественно. Посмотри, насколько тут хорошие закладные. Я потому что не знаю, что это за фирма. Так вроде ничего по первости. Только чем отличается флаг-турба то, что тут покрашена вот эта часть. Ну ладно, в черный придется задуть вот сюда. У нас возвращаются, получается, вот эти продольные тяги, и не надо переваривать выхлоп, потому что под А-образный рычаг надо переваривать стоковый выхлоп. Зачистил, получается, вот здесь все, и можно приваривать. Купили мы сюда стоковую банку. Во-первых, хотелось, чтобы жига была тихая максимально. И всю стоковую трассу. Она с двумя резонаторами. Сейчас ее подгонят, и она встанет вот на этот тюненный бутной коллектор. Если он, конечно, тюненный. Не, ну он тюненный. Это называется консилиум. Мне кажется, это... Так, у нас тут подъехал авторский шов от Pipeworks. Просто взял он в руки сварку. О, это топчик. Говорят, швы красивые. Я выехал затестить Лавра. На него поставили новый кардан. Сейчас посмотрим, ушли ли звуки или нет. Так, тестируем. Сейчас посмотрим на первую передачу. Газ в пол, и сразу все станет понятно. Хотя нет, даже не газ в пол, а просто мы остановимся и сплачаем. Все равно чуть-чуть есть. Ну а спонсоры этого выпуска мои друзья из One X. С ними можно ехать по широкой дуге, и все будет надежно. С телочкой вы сами знаете где. Чуть-чуть стучит все-таки. Итак, кому интересно по механизму УАТА. Приварена вот эта закладная, и приварена закладная к редуктору. Вот она идет в комплекте, и вот так он встает. Вместо панары получается. Регулировки УАТА дают двигать мост вот туда-сюда. Пацаны тут как-то рубили дверь, но так и не смогли это сделать, потому что здесь очень толстая стена. Вот она. И в итоге идея с дверью переместилась на потом, но пришел Никитос. Сережа, я сразу говорю, если в четверку, случайно все-таки... Я думаю, до четверки не прилетит. И у пацанов возник спор, сможет ли он вот этой лютой кувалдой проломить с одного удара? С одного? Никитос, с одного удара? Блин, вперед. Почему, если ты сказал с одного? Со скольки? С трещь. А хотя бы там с трех-четырех ничего не произойдет, то естественно произойдет. Ну с трех. Говорю, с трех высотен ставлю. Сотен. Давай. Три удара. А что должно произойти? Три удара. А что вас заболновываешься? С трех удара? Нет. Что должно произойти? Она туда наклонилась. Часть высадится. Трещина точно должна пойти? Трещина пойдет, трещина пойдет. Ладно, мы тут все мы поставили. Я то, что не пробьет. А я то, что пробьет. Но удара за три высадит, я думаю. Хорошо. Блин, я новый бьем, Никита. Блин, тут столько этих... Бля, уйди оттуда. Уйди, пожалуйста. Бля, бедная четверка, мне жаль. Бля, ты заслужил. Да давай, ты там орал, давай. А куда ты бьешься только? Бля, бля, бля. У меня было просто как просто охуеное полганка. Да тебе и не поймать, даже. Это твой любимый. Сруми. А что он делает, бля? Давай, шли-ка. Давайте, он все сбили. А? Да! Бля, бля. Да, бля. Бля, у меня реально уже голова. Да я ж тебе говорю. О-о-о-о-о! Бля, ты сотка выбил. Все, две сотки. Да, в реальности. Жалко, что Петя не было Петя бы косарь ставил сразу Вот что Никитосу удалось отколоть Смотри Там четверка Не, не долетело, тут просто четверка Я очень волновался И всегда есть промокод стилов Дает 100 евро Рабочий день закончился Завтра уже продолжим делать четверку На улице, кстати, мокро Даже дворчики включаю А мокро, это значит, что мы экономим листину Вау! Довольно скользко Подождем, пока фура проедет Чтобы не упереться в нее Я надеюсь, нам разгона хватит Но сейчас постановка мокрая Где-то 65-70 Так Еще контролирую, чтобы сзади никто не прижал Первая Вторая Третья 60 И плавно-плавно распрямляемся Оп Да, я хотел именно плавно распрямиться в конце Чтобы не делать резких движений, вылетая сюда Так как то, что происходит сзади, не особо видно, если честно Я сейчас еду на выключенном бусте Но как раз мощность Ну, нет, даже много мощности для этой погоды У меня у спидометра Показания берутся с передних колес Поэтому Ну, скорость довольно точная Потому что Если бы с задних колес Или с редуктора Когда в буксе Соответственно скорость больше А так С передних колес Они как бы равномерно крутятся Даже Когда едешь боком Но это то же самое, что с GPS Но У нас следующий спот Здесь сейчас будет большая дуга Но Замедление будет 60 Постановка Вау, заносит, заносит На сцеплении Перекладка Вау, блин Меня Чуть не кинуло жестко Блин Жалко распрямился А что там с резиной? Ё-моё Капсен ты нахер Не, я здесь конечно стоять не буду Но с другой стороны мне не хочется Зафигачить арку Или У меня сейчас сняло покрышку С колеса Или просто Капсен опять развалился И соответственно Столбить мне парки Но то, что сняло покрышку Я сейчас не чувствую Блин, ну такой дрифт сбило Здесь фуры ездят Так Здесь стоять точно опасно Сейчас посмотрим, что у нас там Блин, пипец Ну колесо на месте Да, вот Просто вырвало кусок Мы его сейчас срежем Не, вот это нормально конечно По мне так, товарищи Это ненормально Эта штука меня испугала тем, что я подумал, что с диска покрышка слетела Но это всего лишь просто оторвался кусок Но жестко, жестко Причем по мокрому, по мокрому Апсен, по-моему, стоил 3500 Или 4000 За колесо Чтобы вы понимали Вест Лейк стоит 5000 за колесо С учетом того, что здесь Жди, новая покрышка И все, она уже как бы никуда не годится Потому что она будет дальше рваться Просто выброшенные деньги Что, едем дальше? Вау, тут колея дикая Насколько я помню, там тоже колея, помните? У меня как-то там слетело колесо именно Вот именно там Третья Высок Насколько я не могу Насколько я не могу Наличь Может быть Наличь Наши Слива, конечно, после сотки ускоряется очень хорошо. Даже на маленьком бусте. Мощь. Где-то 70. Здесь подтягиваются. В стиле Кена много распрямились. Сейчас посмотрим. Не поворачивать, значит, не можно ехать. Сейчас будет спуск. Это, конечно, сложнее. 80. Решил немножко подзаправиться. Плюс посмотрю на колесо. В целом, протектор нормальный, как и был. Она почти новая. О, у меня бампер слетел. Надо хомут завязать. Но вот просто кусок где-то выдран, видимо, с той стороны. Так, соточка заливается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После наших мокрых похотух слива вообще чернющая, естественно, надо ее помыть. Если бы ехал прямо, то она была бы почище. Но мы ехали боком, поэтому все тут забросало, естественно. Полки просто матовые. Кто-то коврики забыл. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, мойка закончена. Естественно, нормально здесь не отмыть машину. Так она вроде как бы чистая. Сейчас она высохнет, и по-любому появятся разводы. Но ничего, задача была просто смыть грязь, которую сейчас мы набрали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот теперь я официально заявляю, что капсен я больше не куплю. Потому что когда в прошлый раз у меня была такая же тема с почти новыми покрышками. Помните, тогда я выехал, и они сразу просто в клочья разлетелись. Ну, одно колесо разлетелось, второе осталось более-менее нормальное. Я подумал, ладно, бывает. Как бы, ну, что сейчас грешить на резину? Возможно, такая покрышка попалась. Но что второй раз? Я колеса одел, я на них еще толком не дрифтил вообще. То есть сейчас вот по мокрому проехал, просто кусок вот оторвался. Если продолжить на них дрифтить, конечно же, оно дальше разлетится. Вот на этом можно было ехать. Подкапотку, конечно, надо будет намывать. Потому что вот там вот и вот там вот прям очень грязно. Спасибо, что посмотрели этот небольшой видос. Спасибо, что поставили лайк, написали коммент. Ну и с вами был Серега Стилов. Всем пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok